Добрый вечер! В эфире новости дня в студии Анна Втюрина. О событиях предпраздничного дня 7 марта в материалах наших корреспондентов. И вот главные темы этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгений Арапов встретился с родителями воспитанников. В Оренбурге построят летучий корабль. Драматический театр готовится к премьере. Праздничный флэш-моб. Оренбургские кадеты попали в сеть с оригинальным поздравлением. Двое оренбуржцев получили государственные награды из рук президента России Владимира Путина. Почетных званий удостоились врач из Оренбурга Ольга Беляева и лесничий из Новосергиевского района Василий Платонов. А все представительницы прекрасного пола накануне праздника принимают поздравления от первого лица региона. С Пежнодородным женским днем Оренбурженок в числе первых поздравил губернатора области Юрий Берг. Я не сомневаюсь, что в нашем родном Оренбурге каждая женщина достойна награды. Каждая заслужила любовь и уважение близких и слова признательности и благодарности в свой адрес. Защита материнства и детства является приоритетным направлением работы правительства области. Спасибо всем женщинам Оренбуржья за труд, за большое материнское сердце, за чуткую и отзывчивую душу, за то, что вы всегда рядом с нами, мужчинами. Здоровья вам, благополучия и семейного счастья. К теме главного женского праздника мы еще вернемся во второй части нашей программы, а пока к другим событиям. Зима позади, но грипп и ОРВИ пока не отступили. В России зафиксировали волну вируса группы В. Превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ отмечается в 17 регионах. В Оренбургской области более 11 тысяч заболевших. И это цифры только за последнюю неделю. По данным Роспотребнадзора, большая часть зарегистрирована именно в Оренбурге. Около 5 тысяч случаев. Специалисты утверждают, вирус гриппа по-прежнему остается активным. В области продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий. Особенно напряженные ситуации остаются в учебных учреждениях Оренбуржья. В области продолжается выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий. В целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ продолжена практика разобщения детей в образовательных учреждениях. С учетом ситуации полностью приостановлен образовательный процесс в двух школах. В одной школе Оренбургского района, в одной школе Сарактарского района. Частично приостановлен учебный процесс в семи классах четырех школ и четырех группах одного детского дошкольного учреждения области. В Роспотребнадзоре отмечают, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не критичный для этого времени года. Все показатели по области ниже недельных пороговых значений. Однако специалисты призывают соблюдать профилактические меры и не заниматься самолечением. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу. Но не только простудой угрожают капризы погоды жителям региона. В Орске 10-летнюю девочку ее бабушку едва не убила глыбы льда. Она упала на подъездный козырек с крыши и обрушила его. Это не первое ЧП. Подробности в следующем сюжете. Ирина Степановна до сих пор в шоке. Сосульки вперемешку с острыми кусками пластика упали перед ней и ее 10-летней внучкой. Бабушка едва успела оттолкнуть девочку в сторону. Здесь такой грохот. Мы еле успели отскочить. Она упала, поцарапала руку. Я, значит, с ней. И здесь все посыпалось. В разные стороны вот этот козырек туда полетел. Вот здесь вот есть. На ту сторону полетел. И, конечно, мы были в шоке. Это не единственная жертва сосулек в доме. В пятницу на голову соседа упал кусок льда. Пенсионер набил себе шишку. Сосулька. Ну, хорошая сосулька. Я иногда у нее был. Ну, у вас как? Синяк, шишка? Что там на голове? Ну, шишечка есть. Вот она. По словам жителей дома, козырек разбивается не в первый раз. Летом его срывает ветром, зимой бьют сосульки и снег с крыши. Ирина Степановна позвонила в свою управляющую компанию. Коммунальщик-сервис. А я сегодня еще раз позвонила. Говорю, я не поняла. Вчера, ладно, выходной был день. А сегодня-то уже с утра можно было хотя бы посмотреть, что здесь произошло. Ждете каких-то неприятностей? Никаких неприятностей не будет. Вот такой ответ. Я говорю, вы как можете гарантировать, что не будет? В управляющей компании и пообещали почистить крышу в понедельник после обеда. Мы также обратились в коммунальную службу и ждем ответа. Вопрос не столько в том, когда уберут сосульки, а каким будет новый козырек. Татьяна Лакева, Артем Попцо, служба информации и телерадиокомпания «Евразия». А тем временем режим ЧАЭС в Оренбурге продлили до 8 марта. Коммунальщики усиленно работают по расчистке улиц и дворов. Но не только в областном центре сейчас ведут бой с природой. Из-за обильных осадков с неприятностями на дороге столкнулись и в других регионах области. В Бузулуке на проезжей части снега нет, зато талая вода заполнила все ямы. В Орске неделю назад ситуация была практически аналогичной той, что сложилась в областном центре. Горы снега, глубокие колеи на дорогах. Однако режим ЧАЭС здесь не вводили. Коммунальные службы снег с проезжей части убрали, а вот завалы вывезли лишь частично. Внимание владельцев автотранспорта. В Оренбурге 9 марта будет временно прекращено движение автомобилей в связи с вывозом снега. Так, проспект Майский от улицы Ленинградской до улицы Восточной перекроют с 8 утра и до окончания всех работ. В этот же вечер 9 марта с 22 часов и до 8 утра будет перекрыта улица Одесская на участке от Шевченко и до Орской. Напомним, что ограничения связаны с уборкой снега с улиц города. Сотрудники управления Роспотребнадзора вывели в регионе партию стеклоомывающей жидкости, опасной для здоровья. В результате проверок в пяти марках незамерзаях выявлено превышение содержания метанола. По результатам лабораторного исследования в стеклоомывающих жидкостях, марки которых вы видите на экране, содержание опасного метанола превышает в несколько раз все допустимые значения. Это торговые марки изготовителей в Москве, Московской и Самарской областях, а также во Владимире. Использование таких автосредств недопустимо и опасно для здоровья, предупреждают в региональном Роспотребнадзоре. Сотрудники управления арестовали 190 литров запрещенной жидкости. Теперь производители привлекут к административной ответственности. Напомним, метиловый спирт обладает слабым запахом, но именно он способен вызвать острые отравления вплоть до летального исхода. И в продолжении выпуска о проблеме аварийной 10-й спортивной школы Оренбурга. Власти города ломают голову над тем, как разрешить ситуацию с учреждением, которое уже стало причиной раздора. В поисках оптимального решения проблемы глава Оренбурга Евгений Арапов накануне встретился с родителями учащихся. Десятки человек в зале. Родители юных спортсменов пришли на встречу с главой города. Главный вопрос, где юные акробаты и гимнасты продолжат тренировки. Ведь у многих остается все меньше времени до региональных соревнований. Родители опасаются, что предложенные условия не отвечают необходимым требованиям. Я хочу некоторым сказать относительно своего виду спорта, в котором мои дети. Акробатика. Высота детей, когда они встают в пирамиду, вправе 4,5 метра. На тотале, который постели, и оттуда сверху еще делаются толчки и броски. И невозможно приземлиться на этой татане, и сама себе новые руки и так далее. То есть вопрос, с кого, это самый главный вопрос для нас, для акробатов. Старый использовать нельзя так. Я бы просыплюсь. Сколько стоит новый? Миллион двести. Миллион двести. Где он продается? Я прошу. Я прошу воздержаться от смеха. Знаете, в литерации есть цены. Почему смеетесь? Миллион двести стоит поверт. Я в начале разговора попросил быть совместными партнерами, не врагами. Все вопросы можно решить, если найти диалог. Призыв Евгения Арапова построить разговор конструктивно, отклик находит не сразу. По словам родителей, их не устраивает график тренировок. Чтобы не нарушать учебный процесс в общеобразовательных школах, на занятия спортсменам отводят вторую половину дня. Критикуют и предложены администрации города варианты помещений. Глава Евгения Арапов подчеркивает, нужно адаптировать тренировочный процесс к тем условиям, которые на сегодня есть. Главная у нас задача была одна, чтобы дети были в безопасности. Соответственно, мы все условия для тренировок создадим. Базовая школа на предстоящий период, как минимум полгода, будет 86-я. Это новая школа построенная. Там существует три спортивных зала. Два из них будут переоборудованы для занятий акробатикой и гимнастикой. Также увеличено количество часов для спортсменов. В школах номер 47 и 67 там и ранее проводились тренировки. Такие неудобства временные, обещают в администрации. Окончательное решение по аварийному зданию спортивной школы станет известно после детального обследования его фундамента. На это уйдет почти месяц. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. Похожая ситуация сложилась и в Кувандыке. Школа самбо вынуждена покинуть аварийный спортивный зал в ДК Криолит и перенести занятия детей спортом в арендованные помещения. Там юные спортсмены тренируются уже два года подряд. Зал для тренировок детско-юношеской спортивной школы не работает два года. Помещение признано аварийным и было закрыто. Сегодня самбисты тренируются в школьных спортзалах, а также в помещении, которые арендуют у магазина. Люди, влюбленные в спорт, предлагали варианты выхода из ситуации. Отремонтировать спортзал своими силами, переоборудовать школьный бассейн, который не эксплуатируется 17 лет подряд. Были написаны десятки писем в организации и депутатам различных уровней. Коллективная жалоба была направлена и в администрацию президента Владимира Путина. 9 марта советник президента выслал людей, которые будут в фото и видеосъемку вести наших детей, нашего зала, который стоит в аварийном состоянии. И я думаю, что дело сдвинется и наконец зал наш начнет ремонтировать. Было написано письмо и на нас сейчас обратили внимание. Сказали, позвонили и будут снимать. И это все видео и фотоотчет по нашему залу ляжет на стол советнику президента Российской Федерации. По словам тренера, желающих заниматься самбо в городе много, каждый тренер набрал в этом году по 70 воспитанников. Открыт филиал школы в соседнем городе Медногорске. Трудности преодолимы, считают ковандычане и рассчитывают, что начало будет положено на этой неделе. А мы продолжим следить за развитием событий вокруг детского спорта. Это еще не все новости и вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. Неслабый пол. Прекрасная половина человечества готовится к празднику. Кто она такая? Современная женщина. В Оренбурге построят летучий корабль. Драматический театр готовится к премьере. Праздничный флешмоб. Оренбургские кадеты попали в сеть с оригинальным поздравлением. И к новостям экономики. Февральская инфляция в России замедлилась на 0,2%. Об этом сообщил Росстат в оперативной сводке. Вслед за этим за прошедший месяц увеличилась и средняя стоимость минимального набора продуктов. Теперь она составляет 3745 рублей. На что в канун 8 марта цены растут всегда, независимо от общего состояния экономики? Это цветы. Для флористов весенний праздник – горячая пора. Ароматные композиции буквально сметают с полок, выстраиваясь в длинные очереди. Татьяна Кирдина прошлась по цветочным магазинам и узнала, где можно купить хороший букет. Не в ущерб для мужского кошелька. Мимозы – как символ наступившей весны. Они первые появляются на улицах города в преддверии праздника. Такие точки продаж – как альтернатива цветочным магазинам. Хотелось бы что-то живое, чтобы цвело и пахло прямо здесь. В любой кошелек можно, и от 50 и до 200 рублей. То есть, кому какой букетик и соберем, кому как надо. Букетики такие, короче, тюльпанчики. А, ни по чем? Ну, за 180 можно отбить. Почти такой же букетик, только без мимозы. Здесь продают тюльпаны, что называется, с колес – 250 рублей. По 50 рублей за штуку. Проходим несколько метров – крупный цветочный магазин. Здесь цены разные буквально в каждом втором ряду. Тенденция к увеличению. Ну, штучка – 80 рублей. Берусь сколько возьму – 3-5. Насыщенный день сегодня у всех торговых точек – и крупных, и мелких. Причем цены в мини-магазинчиках, которые в шаговой доступности, не особо отличаются. Продавцы цветов готовятся к ажиотажу заранее. Ну, и ассортимент, опять же, пополнился, скажем так, пошире, выбор побольше. Ну, цены очень даже демократичные, ну, и, по крайней мере, у нас. Сколько у вас стоит рост тюльпана? Тюльпана у нас сегодня даже дешевле, чем обычные дни. В обычные дни по 60 рублей продавали, сегодня по 50. Противовес скидке в этом магазине цена без скидки в другом. Тюльпан – 30 рублей. Мужчин такой разброс в стоимости сегодня вообще не пугает. Народная тропа к цветочным прилавкам не зарастает уже несколько дней. Вообще не уходим. До последнего покупателя они обычно не качаются. Ночью здесь тоже, да? Да, и ночью. Вот сегодня ночью уже день. Да, работаем, конечно. Все же хотят цветов. Мы не можем отказаться. Это еще вот обед, наверное, просто. Так вообще очередь до дороги практически стоит всегда, да. Цветы – товар сезонный, имеющий свойство расти в цене, особенно в преддверии 8 марта. Суета, как правило, начинается задолго до праздника. Флористы утверждают, что заказывать букеты начинают еще в конце февраля. Предпочитают, конечно же, тюльпаны и розы. Дорогие букеты берут реже. Но несмотря на всеобщий ажиотаж и повышение стоимости, найти демократичную цену на благоухающий подарок все-таки можно. Татьяна Кирзина, Владислав Горбунов. Новости дня. Пока мужчины бегают в поисках подарков, за кулисами цветочного бизнеса разгораются нешуточные страсти. Так в ночь на 7 марта в областном центре неизвестные подожгли киоск с цветами. Два пожарных расчета, 6 человек личного состава были подняты по тревоге в половине третьего ночи. По телефону дежурному сообщили, что в промышленном районе Оренбурга горит магазин цветов. Возгорание удалось быстро локализовать, не допустив распространения огня. Благодаря этому часть цветов, предназначавшихся к празднику, удалось спасти. Причина ЧП была определена практически сразу. Быстрое возгорание, то есть и дознаватель определил наличие легковоспламеняющей жидкости на месте пожара. Вовремя обнаружили, вовремя сообщили. В результате пожар не распространился на весь ларек, то есть всего один квадратный литр. И вновь главной теме женского праздника. Какая она сегодня современная женщина? Хранительница домашнего очага, заботливая мать. Но все чаще слабый пол берет на себя традиционно мужскую работу. Наши корреспонденты познакомились с оренбурженками, которые заняты в довольно редких для женщин профессиях. Елена Марковна Токарь вытачивает детали для самолетов, ракет и сельхозтехники. На заводе с самой юности, поэтому неудивительно, что, казалось бы, с мужской работой справляется ничуть не хуже коллег-мужчин. Я на этом заводе уже 36 лет, поэтому для меня это как, ну, работа стала как бы женской. Я с удовольствием все это делаю. Елена Марковна начала свою трудовую деятельность, когда станки были менее усовершенствованные, а детали большие и тяжелые. Сегодня управлять производственным процессом стало гораздо легче. Под силу современным женщинам и другие, казалось бы, мужские занятия. Выбор нынешней профессии этой хрупкой девушки во многом определила ее любовь к вождению. Уже два года она работает таксистом. Привлек, прежде всего, свободный график. Говорит, что некоторые клиенты часто удивляются, садясь в женское такси. Со мной мужчины, когда ездят, во-первых, мне очень нехорошо, потому что они молчат. Они, наверное, боятся. Хотя тут же любовь признается, что при возможности переложила бы свою нелегкую, небезопасную работу на мужские плечи, а сама занялась бы домом и детьми. Скорее, наверное, сильные женщины делают мужчин слабыми. Мы сами, женщины, не позволяем мужчинам брать на себя какую-то ответственность. Мы забираем все, что они делают. Да, мы действительно где-то можем лучше это сделать. Но при этом, на мой взгляд, сильная женщина, она не всегда счастливая. А эта сильная женщина говорит, что абсолютно счастлива. Ведь уже больше 20 лет Елена занимается любимым делом – пауэрлифтингом. Чемпионка мира среди ветеранов. Сегодня она тренирует десятки тех, кто стремится сделать себя здоровым, с красивой фигурой. Мне интересно это общение, внести этот опыт в массы, делать людей здоровыми, сильными, подтянутыми. Что делает наш мир только краше. Она не считает, что пауэрлифтинг стирает в даме женственность. Из подтверждения тому Елена притягивает к себе взгляды мужчин, которые не скупятся и на комплименты. По мнению фитнес-инструктора, современные женщины зачастую за домашними заботами забывают о себе. Женщины – все они такие разные. Сильные, слабые, активные, домашние, заслуженные и весьма скромные. И каждая хочет своего, особого женского счастья. И каждая ждет свой подарок к 8 марта. Оксана Боричева, Анна Золотухина. Новости дня. Какое самое необычное поздравление с 8 марта вы получали? Какое самое яркое воспоминание о праздновании дня прекрасной половины человечества осталось в памяти? Сегодня, накануне Международного женского дня, оренбурженки делятся своими впечатлениями о главном празднике весны. И, как оказалось, сильный пол не всегда проявляет большую выдумку, фантазию и стремится удивить дам своего сердца. У меня муж был как-то в Малайзии и привез 8 марта кучу орхидеи. Да вроде как обычно все. Цветы, подарки и все. Поездка за границу. Путевка за границу. Тельпаны – это самый лучший весной после зимы. Телефон мне муж подарил. Самое оригинальное – это цветы. Областной драматический театр готовится к премьере. Для юных оренбуржцев здесь покажут спектакль «Летучий корабль». Постановка создана по мотивам русских народных сказок и рассчитана на ребят не младше 6 лет. Я не верю, что ты сам построил такой красивый корабль. Да какая разница? Веришь ты? Не веришь ты? Ты все равно будешь моей женой. Сюжетная линия привычна зрителю по одноименному мультфильму. Однако на экране все действия длятся всего 17 минут, а на сцене до полутора часов. Постановка создана из нескольких знакомых с детства сказок. Для детей мы как раз хотим неделю такого детского показа с 22 марта. Я думаю, что для детей это будет замечательный подарок нашей труппы, нашего театра. Иван Печеник – оптимист и неисправимый романтик. Это собирательный образ всех Иванов русских народных сказок. Не в пример заграничным Бэтменом и Суперменом наш Иван творит добро, не обладая суперспособностями. Иван – дурак, это не дурак. Иван – это собирательный образ всех сказок. Это герой, чего сейчас не хватает у нас. То есть герой нашего национальной идеи в этом Иване. Забава капризная из-за того, что свою молодость проводит в заточении. А ведь ей уже целых 20 лет. Она мечтает сбежать из дома, но еще больше доказать отцу, что выросла и стала самостоятельной. Выступать для детей намного сложнее, признаются артисты. Даже во время репетиций, без декораций и грима, актеры выкладываются по полной. Очень сложно работать на такую аудиторию, потому что детки, они очень быстро теряют внимание. Если вдруг что, если мы не держим их внимания, они сразу могут переключиться на какие-то свои дела. Болотная нечисть, бабка-ежка и водяной помогают Ивану и Забаве преодолеть все преграды и совершить настоящее чудо. В постановке прозвучат шлягеры Юрия Энтина, а премьера состоится 22 марта. Алина Льбукаева, Александра Сверидова, Виктор Яковлев, Новости дня. На финишной прямой и репетиции еще одного, на этот раз благотворительного спектакля «Покровские ворота». Фонд «Необыкновенное чудо» вновь готов удивить зрителей постановкой, в главных ролях которой известные оренбуржцы. По традиции, выручка от продажи билетов пойдет на благотворительные цели. На этот раз на лечение онкобольных детей в Оренбургской области. Подробнее в сюжете Валерии Жуковой. Звукопередов готов? Москва. 50-е годы 20-го века. Здесь продолжается наш сюжет. А готовятся здесь абсолютно все. Чиновники, журналисты, бизнесмены, врачи каждый вечер покидают свои рабочие места и бегут в театр. Точнее сказать, в коммуналку у Покровских ворот. Они примеряют на себя роли актеров и учатся воплощать сценические образы. Работать с непрофессионалами режиссер всегда интересно. Мне нравится с ними работать, потому что они более открыты, более наивны, чисты в этом смысле. Тут нет какого-то актерского снобизма, актеры, которые уже 30 лет играют в театре и каких только режиссеров не видел, что он к ней играл. Его ролью не удивишь. А здесь хотят играть. Здесь каждая роль это что-то, подарок какой-то. Они тут за роли борются, переживают, идут на кастинге. И поэтому другой совершенно подход. Садиться. Вот, отлично. Мне очень жаль. Но вы сегодня принимали только. Наверное. Если я ошибаюсь, товарищи меня поправят. За основу взяли не столько фильм, сколько пьесу. Для актеров подготовка началась с чтения пароля. Затем репетировали отдельные эпизоды и постепенно дошли до прогонов больших частей произведения. Персонажей своих любят и сравнивают с собой. Этот, например, довольно робкий, а исполнитель роли – врач по профессии, скорее наоборот. Я играю Хоботова, Льва Евгеньевича. Персонаж достаточно сложный в восприятии, потому что в нем, в общем-то, заключается и интеллигентность, и некоторые моменты протеста. Поэтому персонаж достаточно сложный, но тем самым он становится более интересным. Я никуда не ухожу. Да? Просто я иду смотреть фрески Новодевичьего монастыря. О, в ваших словах был подтекст. Не успел же ответить, да? Не понимаю. Актерское мастерство, сценическое движение, хореография, вокал – все осваивают сжато и быстро, потому нагрузка большая. Но режиссер не ругается, а требует. Все секреты публики раскроют в дни премьер 14 и 15 марта. Средства, собранные от продажи билетов, руководители проекта направят на лечение онкобольных детей. Валерия Жукова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Первая троня в этом году появилась в областном перинатальном центре. На свет разом появились три девочки. Новоспеченные родители ждали этого подарка судьбы 12 лет. Многодетной мамой стала аренбуженка Анна Манукян. Женщина поступила к врачам перинатального центра еще на небольшом сроке беременности. Ее госпитализировали, чтобы как можно подальше оттянуть момент родов и дать малышам подрасти. Ведь при многоплодной беременности очень сложно выносить детей до положенного срока. На 31 неделе женщина родила. Сейчас мамы и малыши находятся в одной палате. Несмотря на послеоперационное состояние, женщина счастлива. Я их отличаю. Какие капризные. Хорошенькие. Старшенька у меня Миланя. Это первая. Но они по порядку так породились. Поэтому у нас старшая Миланя. Вторая у меня Римулик. Третья Моника идет. И Миланя и Моника Брезняшки. И третья идет Римулик у меня. Рождение тройни – событие и для открывшегося в октябре 2016 года областного перинатального центра. В прошлом году в ОКБ номер 2 тоже принимали тройняшек. Врачи рассчитывают, что еще не одну семью можно будет поздравить с пополнением. Больше десятка машин ДПС и строевая на плацу. Это необычные будни силовиков. Так, сегодня поздравляют с праздником прекрасную половину полицейских Оренбурга, кадеты и общественный совет регионального МВД. Яркая и необычная идея уже разлетелась по сети интернет. Ролик успел набрать сотни просмотров. Патрульные машины лихо составили цифру 8. Полицейские, кадеты, слово Марта. Живое поздравление – камера квадрокоптера запечатлела с высоты птичьего полета. А взметнувшиеся в небо алые шары сделали это необычное поздравление одним из самых ярких и запоминающихся в нашем городе. И завершение обзора событий дня коллектив нашего телеканала поздравляет всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Желает улыбок и всегда только добрых новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова